Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Начал убираться, решил показать. Сейчас на улице минус один. 16 ноября. Сегодня уже минус пять будет к вечеру. Ну, я уже готовлюсь. Стройка моя закончилась, наверное, в этом году. Если только тепла не предвидится. Какого-то на несколько недель. Ну, не на пару дней, а на несколько недель, чтобы начать опять заново. Надо сливать все. Ну, и заодно решил для себя, для эстетики, навести порядок. У меня виноградники в беседке по краям растут. Лопухи и листья здоровые. Плюс там еще с березы кое-что нападало. Ну, вот сфера применения газонокосилки. Чемпион в плане уборки. А даже не уборки, а мульчирования. То есть я не корзину ставлю и листья сейчас вот эти буду убирать, а я их дроблю. Листья лопухи большие, перемалывает идеально. Это я к тому, что как-то ролик смотрел там, в рекламе, наверное, к этой же газонокосилке. Там собирали листья в мешок. Не вижу смысла в этом никакого. Она дробит настолько, что ничего не остается. Ну, сейчас сами увидим. Ну, так вот, несмотря на глубокую осень, ноябрь, 16-е, трава до сих пор растет, особенно газонная, которая была покупная, природная уже становилась. А это по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляет. Сейчас косил. Буквально вот когда косил? Ну, где-то с месяца назад. Ну, да, вот за месяц. А, ну, стояли теплые времена, потому и трава выросла чуть-чуть. Ну, сейчас быстренько чистоту наведу. Для чего это делаю? Ну, можно это не делать. Это из-за разряда, потому что могу. Есть газонокосилка, хочется навести эстетику. Снега нету, спрятать еще пока что нечего. А ходить листьями пинать, это все неинтересно. А убирать также неинтересно, потому что это же, как бы, удобрение. Так что вот так вот. Несмотря на минусовую погоду, газонокосилка, косят траву. Вот такие дела. Красотища. Даже вот начал сначала листья, прибежал друг моего, очки. Не надо никому, забирайте. Привезу. Для чего делаю? Эстетика, красота. Очень нравится. Когда газонокосилка появилась, это стало настолько легко косить, косить, косить. Блин, хоть ты каждый день косить, ты просто за ней ходишь, и все. Никаких проблем. Ну, конечно же, хоть какая-то должна быть ровность. Рытвины из-под колес трактора не подойдут. Надо хоть какие-то там более-менее плавность в земле. Можно забить, можно не косить. Уже зима на носу, там, может, через 2-3 дня снегом засыпется. А может, потом растает и опять же будет. Так что я люблю землю, люблю лес. И люблю, что это, когда это все ухожено и выглядит красиво. Газонокосилка в качестве мульчирования. Ей, конечно, тяжеловато. Она не выбрасывает траву, а там перемалывает ее. Ну, тем не менее, справляется. Самой дурью в ней хватает, конечно. 6 с чем-то киловатт. Ой, лошадей. Но минус отмечу сразу, минус отмечу. Там нету заслонки, ну, чтобы закрыть, чтобы облегчить пуск. Прямо, чтобы завести ее вот в такую погоду, прям постараться надо. Тот же мотоблок, такой же 4-х тактный двигатель. Там такого нету. Без проблем МТЗ заводится. Ну, в смысле, это не МТЗ, а веймый. Веймый двигатель вейма. Заводится, ну, без проблем. Вот я даже не буду голословным. Вот я продемонстрирую в онлайне, как заводится мотоблок мой. Вот он стоит. При тех же условиях все то же самое. Без пауз, без вырезки. Вот и в чем смысл. Двигатель на газонокосилке, заслонки воздушные нету. Какая-то, наверное, есть какое-то подобие, когда ты максимально газ в упор переводишь, и там что-то помощь для пуска есть. Но все равно надо, блин, в данные в этой модели, которая у меня, я завожу. Ну, спина мокрая. Еще какая-то проблема с спуском. Летом легче значительно, но сейчас вот, ну, минуты две я заводил, наверное. Тут вот отстоял столько же мотоблок, не трогал, стройкой занимался. С одной, ну, вот, два-три раза прокатил его, да, сколько там, прокрутил. И потом рывок, когда вот он максимум на упоре стоит. Все, с первого раза заводится. Идеально. Вима двигатель, а там, а там херов знает, кто там, что-то в чемпион ставится. Ну, на этом все.